Всем привет! Я продолжаю серию выпусков об идеальном обустройстве санузла. Сейчас речь пойдет о выборе смесителя и душевой лейки для ванны, а также местах их установки. Разберем 5 основных вариантов смесителей для ванны. Начнем с морально устаревшего, но до сих пор актуального поворотного смесителя с душем и длинным изливом или гусаком для ванны, который крепится к стене и одновременно служит краном для раковины и ванны. Плюсы такого смесителя в экономии. Не нужно устанавливать второй кран для умывальника, а также в удобстве использования в некоторых ситуациях. Можно помыть вещи или набрать воду в большую емкость в самой ванне, не наклоняясь. На этом его плюсы заканчиваются. Теперь о минусах. Во-первых, сегодня редко можно встретить умывальник без отверстия под смеситель, поэтому придется придумывать, как задекорировать отверстие. Во-вторых, несимметричное расположение на стене по отношению к ванне и раковине. В-третьих, почти все модели данного смесителя имеют плоский низкорасположенный излив и над умывальником таким краном будет не очень удобно пользоваться. В моей квартире тоже установлен такой смеситель. Я нашла модель с высоким изливом, чтобы не испытывать дискомфорта во время водных процедур в умывальнике. Также не забываем, что данный смеситель приходится устанавливать довольно высоко от ванны. Из-за этого набор воды в чашу для купания становится очень шумным. А еще вы не сможете вдвоем пользоваться в ванной комнатой, опаздывая утром на работу. Не исключены небольшие проливания воды на пол из-за частых поворотов гусака из ванны в раковину. При монтаже выводов под данный смеситель очень важно правильно отметить их высоту, иначе может получиться печалька. А если вы решили установить отдельные краны на раковину и ванну, вам не стоит покупать смеситель для ванны с длинным изливом. В этом случае не забудьте разместить выводы симметрично по отношению к ванне. Душевая лейка в таком наборе может по старинке лежать на каркасе смесителя. Еще продаются смесители со стационарным держателем для лейки. Также возможно установить отдельный настенный крепеж, который позволит принимать вам душ стоя, не удерживая лейку в руках. А в случаях крепления держателя на уровне смесителя не изощряться с укладыванием лейки на каркас смесителя. Следующий вид смесителя с душем для ванны является самым распространенным. Это настенный накладной кран с коротким изливом для набора воды в ванну. Такой вариант комплектуется душевой лейкой. Данные смесители могут быть поворотными и неповоротными. Если ваша ванна прямоугольная и вы планируете ее использовать в качестве душа и принятия ванн одновременно, то лучше выводы под смеситель сделать по центру короткой части ванны, со стороны слива. А если у вас есть отдельный душ и вы будете использовать ванну только по ее прямому назначению, расположите смеситель по центру длинной стороны ванны или с краю, чтобы во время водных процедур вам не пришлось тянуться к смесителю для регулировки подачи воды. Если длинная сторона ванны не примыкает к стене, спроектируйте небольшую стойку, в нее спрячутся подводные трубы и будет установлен сам смеситель. В вариантах с асимметричными и полукруглыми ваннами места установки настенных смесителей рекомендует производитель. Но вам стоит иметь в виду, что смеситель в такой ванне должен быть установлен в местах самого узкого бортика ванны, во избежание попадания на него воды. Лейку в таком наборе можно устанавливать так же, как в варианте смесители с длинным изливом. Следующий вид настенного сантехнического прибора для ванны – смеситель скрытого монтажа. Отличается от предыдущего тем, что основание смесителя монтируется в стену, а снаружи остается лишь излив и регуляторы подачи воды, а также крепление для душевой лейки и сама лейка. Выглядят такие смесители очень стильно и респектабельно. Для установки крана скрытого монтажа необходимо штробить или наращивать стену в месте его установки минимум на 8 см. Данный выбор смесителя повлечет за собой значительные финансовые затраты на покупку, монтаж и ремонт данного изделия. Красота требует жертв. Далее рассмотрим встраиваемый смеситель с душевой лейкой горизонтального монтажа, устанавливаемый, как правило, на бортик ванны. Проще всего данное сантехническое изделие монтировать в акриловую ванну, так как вырезы под смеситель несложно сделать самостоятельно по месту. В варианте с чугунной ванной сложнее. В этом случае правильнее будет сделать специальный каркас, в который и установится данный сантехнический прибор. А если у вас нет места для каркаса, то придется покупать ванну с готовыми вырезами под смеситель. Данная модель смесителя установлена в ванной комнате моего загородного дома. Такое решение позволило избежать ненужных отверстий в стене и дополнительных креплений для душевой лейки. Стоит заметить, что отсутствие смесителя душевой лейки на стене визуально увеличивает пространство помещения. И еще, если у вас есть отдельный душ, или вы любите принимать душ сидя, то врезной смеситель на борт ванны будет идеальным решением для вас. Теперь расскажу о комбинированном сантехническом наборе для ванны, который я придумала для моей акриловой угловой ванны. Для наполнения ванной водой я установила в бортик ванны обычный поворотный однорычажный смеситель. А в качестве душа мы используем отдельную душевую панель с разнообразными режимами подачи воды, которыми очень любит пользоваться мой сын. Данная комплектация позволяет установить душевую панель с тропическим душем. Здесь стоит отметить, что выше описанные варианты также комплектуются тропическим душем. И теперь дошла очередь до самого дорогого варианта смесителя для ванны – напольного. Во всех вышеперечисленных случаях прокладка труб производится по стене, а для напольного смесителя необходима прокладка труб в полу. Обычно данный сантехнический прибор устанавливают возле отдельно стоящей ванны. По желанию такой смеситель можно установить и рядом с пристенной ванной, но тут необходимо грамотно продумать его место установки. Благодаря тому, что все внутренние части смесителя прячутся в пол, а снаружи остается лишь смешивающее устройство и излип, выглядит такое устройство безупречно. Но монтаж и ремонт данного изделия не будет простым и дешевым. Напольные смесители бывают двух типов – двуногими и одноногими. Какой вариант подойдет именно вашей ванне – решать вам. Ну вот я и закончила. Всем пока и до новых встреч! И не забываем подписываться на мой канал Школы Дизайна Кати.